Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков компании Тикмилл и с вами я, Артур Идиатубин. Частичная остановка правительства США в декабре и январе прерывала поток экономических данных, в том числе затруднила оценку потребительских расходов населения, на которые приходится две трети УПС США. В связи с задержкой приходится спляться за менее официальные, однако не менее информативные данные по товарам длительного пользования, по спросу на них, например, опрос банков по темпам роста автокредита в их кредитных портфелях. Продажи автомобилей, в том числе и в кредит, более числительных доходов, то есть рост продаж должен сопровождаться ростом потребительской уверенности в будущем, что является прямым индикатором появления у них надежной работы и ожиданий более-менее стабильных доходов. Опрос ФРС коммерческих банков показал, что среди них растет доля тех, которые сообщали о снижении спроса на автокредиты в конце 2018 года. Чистая доля банков, в которых темпы роста автокредитов замедлились, составила уже 18,2%, что выше предыдущих значений. В то же время 17,4% опрошенных банков заявили, что спрос на суды для общих потребительских целей также пошатнулся. Процент банков, столкнувшихся с замедлением спроса на кредитные средства в конце прошлого года, стал максимальным с 2011 года. Снижение темпов выдачи кредитов населению последовало за ухудшением индикаторов потребительских ожиданий, что позволяет провести между ними причинно-следственную связь. Индикатор настроения потребителей от университета Мичиган упал до 91,8 пунктов. Можно видеть с этого графика. Это стало минимальным значением примерно с конца 2016 года. Падение спроса на автокредиты приблизительно соответствует общему падению объемов продаж автомобилей. В 2018 году в США примерно на 10% в годовом выражении. Департамент торговли пока не сообщил, когда будут опубликованы данные по розничным продажам за декабрь, которые при нормальной работе правительства должны были выйти с 16 января. Однако цифры, представленные компанией Motor Intelligence Research, показали, что указали на падение спроса на транспортные средства в январе до 16-месячного минимума. Вот можно видеть, что здесь по сравнению с прошлым данным произошло резкое падение спроса. И это, естественно, позволяет получить сейчас представление о динамике спроса в США на товары длительного пользования. Но все равно количество рабочих мест в январе выросло на 304 тысячи, как показал последний отчет по несельскохозяйственному сектору США по безработием. Оплата труда укрепилась, цены на топливо в ноябре и декабре снижались. Оценивая поэтому январские ожидания, точнее настроения потребителей, можно предположить, что в них могли вмешаться какие-то сезонные факторы, взять хотя бы некоторую обустошенность кошельков потребителей после сезона скидок, после месяца рождественских и новогодних трат. Спрос на суды на общие потребительские цели также мог снизиться из-за достаточности собственных средств у потребителей. На восприятии экономических условий потребителей мог также сказаться шок в оконном рынке США в октябре прошлого года, когда S500 в четвертом квартале потерял 14% от пиковой капитализации. Будучи инвесторами, домохозяйства, естественно, будут негативно отзываться о сложившейся ситуации из-за снижения их благосостояния, причем, возможно, они это сделали здесь в январе с небольшой задержкой. Вспышка неприятия к риску, соответственно, могла отразиться на готовности к заимствованию населения. Если это так, то с восстановлением фондового рынка индикатор потребительских ожиданий должен также с некоторой задержкой перейти в рост. В связи с этим можно также предположить, что данные по розничным продажам, которые скоро выйдут в случае негативного сюрприза, не смогут даже препятствовать тренду, который взял доллар на укрепление. На сегодня все. Спасибо за большое внимание. Увидимся с вами в пятницу.